В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась уже восьмая торжественная церемония вручения общественной премии за сбережение народа. За время существования движение объединило десятки тысяч участников. Деятельность номинантов и лауреатов охватывает самые различные области, культура, образование, взаимоотношения человека и окружающей среды, экология, спасение людей, благотворительность, медицина и многие другие. Но вся их работа направлена на продвижение высоких гуманистических идеалов в нашей стране. Хотелось бы не то, что сохранить, а даже бы приумножить, потому как что-то маловато нас стало. Маловато нас стало духовых, сильных, независимых, наверное. Поэтому вот за это хочется побороться. Россия важна не как страна без обитателей, и поэтому надо заниматься сбережением и размножением российского народа. Ну вот тогда мы взяли это за основу, и получилось теперь движение всероссийское. Действительно по-настоящему от всего сердца, а не для галочки, как порой бывают эти награждения. Поэтому низкий поклон, и я хотел бы еще здесь, чтобы у нас хороших людей было не 145 миллионов, как сейчас в России, а было 290. В этот день в зале, как всегда, многолюдно. Ведь на мероприятие пришли не только те, кому предстоит получить награду, но и номинанты прошлых лет, их близкие и почетные гости. Ежегодно они собираются, чтобы обсудить результаты и наметить новые планы. Каждый из них воспринимает сбережение народа по-своему, но забота о стране и ее населении будет делать их членами одного особенного клуба. Само название этой премии «Сбережение народа», в нем огромное количество смыслов заложено. Действительно, можно эти два слова разделить, сказать «сбережение», один смысл «народ», другой смысл, а сложить их вместе, «сбережение народа», это что-то бесконечное, это и прошлое, и будущее. Взаимоуважение, наша общая культура, духовность, традиции, любовь. Вся моя жизнь и вся моя работа посвящена тому, чтобы помогать больному человеку в разном состоянии, тяжелым больным, критически тяжелым больным. Поэтому для меня это моя жизнь. Мероприятие дает огромный патриотический заряд. Это подчеркивается не только словами, летящими со сцены, но и концертными номерами. Один из самых проникновенных в этот вечер – песня «Ржев» в исполнении молодого актера Даны Розина. «Перечислять качества этих людей можно долго. Кто-то решает национальные вопросы и занимает руководящие должности, а кто-то живет простой жизнью, но в одночасье спасает пятерых людей. Ясно одно – все они готовы помочь тем, кто в этом нуждается. И все они стараются делать это на самом высоком уровне». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова